Среди рек, синих-синих, где в березах земля. Ну еще часик поговорим, очень серьезные письма я вижу. Посмотреть бы на новичков, господи. Мезинова Олег, Брянск. Знаете, что такое Брянск? Рядом с ним институт. А Мезинова Олега, без всякого института, такие персики растут. Олег Олегович, привет. Вот. Этот человек взял и поверил. И он персики не калечит. Атанина Скугарева, та, что в школе вырастила. Александр Ребрик. Самый уважаемый в нашей команде. Человек, который сделал меня известным человеком в научных кругах. Ну подумаешь, ответ был. Бред несет. Но ничего вообще. Это тоже известно. Все, ребят, я ухожу на кухню и вам желаю. Устраиваем 5-6 минут. Попьем чай и успокоимся. Сегодня было меньше всего информации. Почему? Про все эти я вам рассказывал. И про этих. Я еще не успел опять про этот, чертову, это самое. Как говорится? Зевицу. Зевицу. Вот. Каметь. Умудрились назвать болезнью и бороться с ней. Страшные дури. Я бы еще больше рукой, шашками махал, если было больше времени. Терпите, друзья. Я жду новичков. Я жду новичков. Вот. Нам нужны новичка. Новички. Ну и помогайте, привлекайте. Давайте так. На кухню надо в себя прийти. Так. Из всех сахаров позволяю себе немножко гематогена. Вот. Это диабетное состояние. Так что не удивляйтесь. Вот. Тоже набираюсь какого-то опыта. Много опыта по голоданию. Много опыта у меня про моржевание. Вот. Много опыта, как вылечить там, допустим, шпоры и так далее. Все природное, все без лекарств. Все это я уже когда-то рассказывал. Повторяюсь, много есть опыта, как это предсмертное состояние, чтобы раньше времени не улететь. Опыта нет, значит, вы уже на небе. А есть опыт, можно и не это. Не спешить туда. Я уже трижды спасал сам себя. Так. Теперь. Поехали про дела. Ничего, что у меня в руке не было. Это. Никак не растает твердо и сильно этот гематоген. Попробую с ним говорить. Так. Виноградов. Городянин Виноградов. Алексей Иванович, если вы не пришлете фотографии с плодами абрикоса, больше всего от стекла, это мой личный рекорд. Я с вами больше не граю, если говорить по-детски. Так. Федосеева. Здравия садоводам. Вам тоже здравия. Всем привет из Казахстана. И вам привет, Леонид. Вы, по-моему, 190 раз, да? Так. Юрий Железов. Это брат. Здравствуйте. Вот присылаешь мне вот такие, а я оттуда беру цитаты. Жуткие, страшные. Это природа жизни ненавистнические. А как проще было бы, вот как проще было бы, представляете, книга, да, на первой странице написана, допустим, первая цитата. Ну, я так импровизирую, я все не вспомню. Первая цитата. На дереве нет ни одной лишней ветки, ни одной лишней. По порядку. Нет ни одной лишней скелетной ветки, ни одной лишней плодовой ветки, ни одной лишней ростовой ветки, ни одной лишней почки, ни одного лишнего листика. Представляете, как бы все изменилось? А это все еще первая страница. Второе. Никакими ухищрениями нельзя увеличить морозостойкость дерева больше, чем у нас заложено в программе. Уменьшить можно. Этим же ухищением. Пункт второй. Пункт третий. А уже сюда входит ухищение, можно там отшифровать. Нельзя почву трогать. Нельзя обильное поливо делать. Нельзя искусственный штамм делать. Ну, то есть, это все идет в ухищрение. Первая страница все еще не закончилась. Так? Вот. Дальше. Ну, чуть-чуть можно коснуться теории, например. Бесконечными пересевами можно не уничтожить дерево, но как плодносит, так и будет плодносит. Только плоды будут все более несъедобные, несъедобные, несъедобные. А вернуть можно только прививкой. Точка. Вот здесь примерно и внизу написано. Ну, в одном случае. Там фермер Железов, сады Железов. Или там это будет, допустим, ну, все те же. Назвать эти фамилии. Те, кто книги писал, я уже не буду. Первая и последняя страница книги. И полная свобода садоводам. Не калечить почву, не калечить дерево, не калечить червей, не уничтожать муравьев. Все. Это может еще там через запятую. Все. Книги нет. С одной страницы печатать не будут. И вот у нас появились сады, а тысячи людей остались без этих, без серебряников. Идем дальше. Это мы занимаемся с моим братом Юрием. Он уже шишек нахватал. Как у него еще хватает здоровья. Если он не доживет, ну, так, приличного возраста, 80-90, ему сейчас, как и мне, 72. Это благодаря этим, кто ненавидит его только потому, что защищает деревья. Эльвира, здравствуйте. Из Башкирии. Здравствуйте и вы. Елена Гречихина, наш человек. Добрый вечер. Елена, здравствуйте. Свинин, привет. Господи, как вы там живете? Я думал, уже хуже, чем у меня, ничего не бывает. Вот сейчас дичайшая засуха. Она продолжается. Сегодня 4 июля. Она продолжается. Я не считаю два дождя, когда вот так промокло. Вот. А деревья, господи, они у меня по 8-10 метров. Вот это вот столько промокло, им это спасет. Я читал, что дерево за... Пусть это кабинетная данная, но иногда можно верить. Потому что все равно, если даже неправда, ну, меньше-то не бывает. Дерево испаряет день. Ну, имел отсюда взрослое дерево. Взрослое плодовое дерево. В день 100-150 литров. И при таком дожде, где ему взять эти 100-150 литров? Когда должна испарять листьями, каждый день по стойку. 100-150 литров. На него упало это? За все лето столько не упало. За пол-лета. Это самое. Ладно, проехали. Я к чему это говорю? Сейчас идет испытание моего сада. Осталось продержаться, чтобы были косточки, чтобы было на что жить, что продать. Это, с одной стороны, и плоды жизни. Это действительно, не только за десятка людей, от этого зависит. Жизнь настолько страшная. Вот. Не просто странно, а страшная. Вот. Что выживаем только потому, что удается заработать. И вот получается так, что взамен этого заработка я даю людям шанс. Такой шанс. Невероятный. Другого больше нет. На всей планете. В России точно нет. Эти питомники, которые продают эти самые итальянские и прочее, сербские продают. Вот. Там на помойках собирают. Потому, что там брак считается, к нам привозят. В Сербии. И вот. И с Голландии привозят. С Польши привозят. Украина польскими завалена. Вот. Белоруссия завалена. Тоже польскими. Молдаване тоже умудряются. В Красноярске завалили в Молдаве. Какие к черту? Ведь все, что привезли, я не знаю, сколько там продали. Тысячу. Ну, думаю, нет. То есть, думаю, тысячи двадцать, тридцать, сорок. Раз на всех рынках стояли молдавские саженцы. Это двадцать, тридцать, тридцать тысяч сорок мертвых деревьев. Конечно, они не разбогатели молдаване. Они просто выживают таким способом. Я их понимаю. Ну, что на риск-то не привезли? Для них красноярский на риск это одно и то же должно быть. Не выживет ни один. Никто их не остановит. Никто не это. Если только вот Молдави сейчас, это уже, извините, политика, вступит в НАТО и, глядишь, перекроет им кислород. Да как-то через Казахстан привезут. Все равно привезут. И вот получается, что мы должны рассчитывать только на себя. Вот эти косточки, вот это вот, видите, тут вот так остался остаток доклада. Свихрани, Семьи, Сабрикос, Абай. Видите? Вот. Вот это вся наша надежда. На косточки. Эти-то уже не подведут. Так. Идем дальше. Валентина, привет. Крестант Длицких. Здравия. Уточните все-таки ободчую ленту в июле, когда именно вы снимаете с абрикосовых привод. В начале, середине, к концу. Я почему? И, наверное, это вам я написал. В июле. Потому что, если у вас небольшой участок, если 10-20-30 привод, подходите к этому. Я этого не мог вам сказать. Я написал в июле, а там, типа, думайте сами. Если саженец ещё довольно мелкий, вот, пусть ещё приводка подержится на нём. Бывают саженцы перероски. Вы знаете, Господи, что творилось, когда я, я даже не ожидал такого. Я взял, когда на острове впервые посадил сад, извините, вы спросили, я отвечаю. Я на острове посадил сад, у меня половина была в Сибире, из ближайшего леса, а половина была одичавшей ранетки из заброшенных садов. Потому что это была авантюра, когда ранетки пытались накормить нас. Они сразу одичали, они стали вот такими, люди их не собирали. Сады, эти самые, колхозы, сады забросили, ну, пользы ноль, деньги тратили там, обрабатывали тракторами, поливали, вот, но это было в голой степи. Это была глупость, это потому что был приказ, накормите людей обретими, яблонями там, ну, крайний случай, ранетками. Ранетки бывают вкусные, вспомните, краснодарский пипинчик, это чудо, сказка. Вот. И вот получается, что они не знали, не думали, что в диких условиях, подчеркиваю, это как бы случайно получился не афоризм, а другое слово. Господи, ой, память, я скажу, каламбур. В диких условиях они быстро одичают. Вот так, каламбур. И вот получалось так, что остались вот эти вот задичавшие раненцы в сады, никому не нужны, а сеянца-то полно. И я так, а мне нужно было с 1600 по двое выкопать. Я выкапывал в лесу и выкапывал в раненцем саду. И вот те, которые я выкапывал в раненцем саду, я их потом привил, а они-то имели в себе морозойкость диких. В степи растут хоть бахны. Сибирской степи, дикой, с этим ураганными ветрами, а гены культурных в них были. И когда я на них прививал, а я поехал, и я люблю науку. Не, ни в коем случае. Есть наука настоящая. Это Субботинский сад. Это человек, один из основателей, я так называю, сайногорского феномена. Потому что Субботина там, от Сайногорска, если напрямую через речку, ну, кетер 35-40. Все рядом. Ну, или через мост, может быть, 40-50 кетерых. Вот. И люди ездили, там покупали саженцы. Вот. И я у них взял черенки, я как сейчас помню. Ай, никогда. Все, проехали. А то я сейчас на этом начну, и еще час буду говорить. Короче, у меня через 3-4 месяца, нет, не так, в середине лета, у меня были мощные, а привал земли, я к этому подошел инициативно, плюс еще умнейший ученый, Чернышок, Саратова, мой друг. И тогда в сумме получилось, мои догадки, его утверждение, получилось так, что мой подвой в земле, его догадка брать веточку, ну, не могу, я все равно расскажу, брать веточку с нижней части ветки, прививки. Да, и еще раз, я придумал у земли прививать он нижней части ветки, через июлю, им было полтора-два месяца, иногда два, ой, полтора-два метра назад-два, у меня плохо было, ну, бывает хорошее лето, бывало дикие засухи, а бывало прекрасное, это, прекрасное тепло, и дожди, 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 вот, и я, как вспомню, я сдуру поснимал ленточки, а приезжайший же ветер положил штук 50, самых лучших двух метров, а это был июль, я тогда сказал себе, все, ребята, приехали, и когда вы увидите в июле, что у вас восьмерка, то есть, смотрите, вот тут вот, видите, самое место, где, вот тут вот, где пережато, вот, пожалуйста, в начале июля, саженец поменьше размером, вот такие вот, смотришь, не видишь никакого пережатия, в конце июля, но это в Сибири, а у вас может быть в июне, а вы уже будете, вы смотрите, а снимайте, то есть, если цифры не назвал, это невозможно, было бы предательство, вы сняли, она переломилась, или вы сняли рано, она опять переломилась, поздно, перетяжкая рана, не держит, вы будете сами думать, и отвязывать потихонечку, два кола вбивать, а может три, вот, обмотать, чтобы не жестко, чтобы не болталось, но и не сломало, ветром, а потом, раз, ослабили, чуть-чуть, раз, чуть-чуть, размотали, а еще вроде держит, еще неделька, а потом опять окончательно размотали, вот, и когда я вам написал, наверное, вам, Александр, вы июля, значит, вы июля, а дальше уже, это будет от вас зависит, а то в начале, в конце, я все бережу, а в данном случае, вы сейчас понятия не имею, где вы живете, памяти нет.